В Ярославском зенитно-ракетном институте сегодня выпускной. Молодые офицеры вместе получили дипломы, теперь вот вместе отдыхают, вместе прощаются с родным училищем, как его до сих пор называют по привычке. И слово «вместе» — главное. В стенах военного вуза две с половиной сотни курсантов пять лет назад приняли присягу, после которой здесь для них всё стало общим. Теперь из множества общих задач останется одна, но зато какая — служба России. Завтра офицеры разъедутся по городам и весям, от Камчатки до Калининграда. Марина Смарагдова о выпускном тех, кто поступил в Ярославский военный вуз в 2006-м. Ворота Настеж непривычно много гражданских. Это выпуск в Ярославском зенитно-ракетном институте. А вот и Герои дня. Их 248. Молодое и грамотное пополнение российской армии. Синие мундиры, потому что войска военно-воздушных сил, а розы — это уже новая традиция. Это медаль за участие в параде на Красной площади. А, две медали и два парада. Так точно. Как там было? Тяжело? Очень. Прощание с институтом, который многие по инерции зовут училищем, — это ритуал, отточенный временем. В последнее время в городе витали слухи, что ракетчиков постигнет участь финансистов, а ярославские невесты лишатся завидных женихов. Не слушайте вы никого. Мы вечные. Мы единственные. Раньше в войсках противодушной обороны было 14 вузов. И мы на сегодняшний день остаемся одни. Еще можно здесь сказать большое спасибо Сергею Алексеевичу, Виктору Владимировичу. Они никогда наше училище никому не отдадут. Мы спокойны вместе с ними. Опять же, по традиции, в этот день выпускников напутствуют представители всех ветвей власти. Но фото на память только с отличниками учебы. Виталий Николаевич Хозяинов в убытность начальника училища подготовил 7 выпусков. Я захватил армию ту, которая была, и сейчас. Немножко другая. Сейчас стараются новый облик сделать, но пока не получается. Ребята уже знают, куда отправится служить география вся страна. Но таких больших выпусков уже не будет. Ярославский институт больше становится похож на кузницу кадров для зарубежных стран. В этом году в стены старейшего военного вуза города придут 100 иностранных граждан. А сколько будет своих, здесь пока не знают. Качеством знаний этих офицеров аттестационная комиссия довольна. Сегодня уровень лейтенантов, старших лейтенантов, то есть выпускников нашего училища в войсках довольно высокий. В всяком случае, если взять еще 10 лет назад, то разница большая. Сегодня выше. В ванной прошли 6 суток, а теперь нам останется смотреть, как они будут расти. Расставание с курсантской юностью и училищем – это тоже особый воинский ритуал. Прощание со знаменем. Вот так строим они идут последний раз. Этот курс по-своему войдет в историю института. Именно эти курсанты стали участниками парада на Красной площади в год 65-летия Победы. Наружие, надежные, очистки, так заблок. Училищи родные, опора, опоро. Новые испеченные офицеры не зря поют о традициях. Ведь придя в войска, они встретят там выпускников Ярославского зенитно-ракетного института. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, Городской телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова